Итак, о чем я хотел рассказать? Вот чего делать не надо и чего делать, наоборот, очень даже стоит. Начнем с того, что же, собственно говоря, такое индекс цитирования. На самом деле, вот на этом еще термине очень многие люди, которые только начинают знакомиться с наукометрией, они уже немножко спотыкаются. Очень часто приходится до сих пор слышать, какой у меня индекс цитирования, в какой базе правильный индекс цитирования и так далее. Но, к сожалению, это не совсем корректный термин. Даже если мы с вами зайдем в Википедию, мы увидим, что индекс цитирования – это тип реферативной базы данных, как они пишут. Ни в коем случае не надо путать это понятие с понятием показателей цитируемости. Not to be confused with the citation metric, говорит нам Википедия. То есть, Юджин Гарфолд, когда он в 50-х годах только-только разрабатывал вот эту свою базу данных, которая тогда еще на бумажном носителе была, он разрабатывал Science Citation Index как указатель научного цитирования. То есть, итогом того, что, скорее всего, не совсем корректная калька с английского была взята для того, чтобы использовать это на русском языке, индекс цитирования, большинство людей подумал, индекс, ну да, это цифра какая-то, вот, наверное, это есть показатель цитируемости. На самом деле нет. Еще раз, это база данных, ни в коем случае не показатель. Вот как раз если, поскольку очень часто даже по итогам вот такой вот презентации все равно первый вопрос, ну, как мне индекс цитирования, думаю, посчитать? Я еще раз, извините, остановлюсь. Как правило, если вы общаетесь, собственно, с наукометристом каким-то довольно опытным, если вы скажете ему индекс цитирования применительно к показателю, ну, у него, конечно, не будет, скорее всего, такого вот реакции, потому что опытные наукометристы, они, как правило, образованные, интеллигентные люди. Но, по крайней мере, они могут не понять, о чем идет речь, особенно иностранные, для которых вопроса вот этой вот некорректной кальки с английского языка, его нет. То есть, еще раз, вот так же, как в конце книги, например, научной, мы видим указатель терминов основных, он тоже называется индекс. Мы все-таки держим в голове, что индекс цитирования – это сама база данных цитатная, которая учитывает цитируемость между публикациями. Она представляет в количественном виде показатели публикационной активности цитирования. А вот, собственно говоря, эти показатели, они бывают разными. И начну я с базовых наукометрических показателей, которые вообще, в принципе, можно найти в базе данных в Web of Science. Те из вас, кто уже активно поработали с базой данных, они наверняка узнают вот этот вот скриншот. Это отчет по цитировости Киево-Маглянской академии, где слева мы видим публикационную активность, разбивки по годам, на среднем графике мы видим цитируемость, опять же, в разбивке по годам, то есть сколько раз в каждом году цитировались предыдущие работы, ранее опубликованные сотрудниками Киево-Маглянской академии. И вот справа мы видим цифры, собственно говоря, что это за цифры, что это за показатели, я вам сейчас более подробно расскажу. Значит, самый верхний показатель в Web of Science – это количество, сколько, собственно, из статьи было найдено, количество публикаций. Дальше у нас идет показатель суммарной цитируемости, и он же за вычетом самоцитирования. Дальше тут два показателя, на которых я не останавливаюсь активнее. Это количество цитирующих статей и то же самое без учета самоцитирования. Оно обычно чуть меньше, чем совокупный показатель цитируемости, но в основном он используется все-таки не как какой-то показатель для отчетности, а как гиперссылка, если вот вы видите с задних рядов, может быть, не очень хорошо видно циферки эти синие. Это гиперссылки, на самом деле, которые позволяют нам переходить с цитируемого массива данных на цитирующий. Например, чтобы посмотреть, а кто в мире цитирует, например, статьи Киева-Могилянской академии, из каких они организаций, из каких они стран, в каких предметных областях, что это за авторы и так далее. У нас есть показатель средней цитируемости одной статьи, то есть, по сути, мы просто делим вот это на это. И у нас есть, наконец, индекс Хирша. Я вам сейчас чуть-то подробнее расскажу про каждый из них. Опять же, уже сегодня в презентации Татьяны Ряблия Ярошенко про некоторые из них чуть более вкратце, может быть, рассказывалось про эти показатели. Но я еще раз остановлюсь, что количество публикаций в обувь сайта – это показатель научной производительности. То есть, сколько организаций или конкретным авторам было проведено исследований, которые закончились публикации, выдумываясь, ведущих международных научных журналов. Кого мы можем таким образом вообще оценить? Мы можем оценить автора, мы можем оценить организацию, мы можем даже журнал оценить, насколько, как много в нем публикаций выходит. Мы можем при желании оценить и целую страну, сколько в ней проводится, например, исследование ежегодно, и поэтому показатели, собственно говоря, очень часто и рейтинги страны составляются по публикационной активности. Здесь важно понимать, что в разных предметных областях разные средние темпы генерации, так скажем, нового контента. То есть, если в области онкологии какой-нибудь средний ученый запросто может публиковать и три, и больше публикаций в год, то историк, например, он несколько лет будет заниматься проработкой какой-то темы, и в конце концов он опубликует, может быть, не научную статью, а научную книгу, которая тоже индексируется как материал в Web of Science. Поэтому, естественно, если мы возьмем среднего историка и среднего онколога, скорее всего, онкологу будет больше показать публикационную активность, но это вообще не будет поверить о том, что он более интенсивно работает, как ученый, более производительный. Суммарная цитируемость. Суммарная цитируемость, следующий показатель в Web of Science, он является показателем научной влиятельности, либо авторитетности. То, о чем мы очень часто говорим, когда слышим слово «импакт». Бывает импакт-фактор, я про него отдельно расскажу, это показатели журналов. При помощи цитируемости, как правило, оценивается авторитетность, либо влиятельность. То есть, насколько сильно исследования оцениваемого, опять же, автора или организации, или государства в целом повлияли на контекст последующих научных исследований. Здесь важно понимать, что не только разные темпы генерирования нового контента в разных предметных областях, но и разный объем предстатейной библиографии. Опять же, в той же химии, в биологии количество ссылок в статье может превышать 80. В то время как в математике зачастую и четырех будет вполне достаточно. И поэтому, если мы будем сравнивать математика по цитируемости с генетиком, например, скорее всего, генетика, опять же, будет выше показателей цитируемости, но это совершенно не будет говорить о том, что он лучше, как учет. Важно понимать, что цитируемость накапливается с годами. Опять же, даже если мы сравниваем с вами двух генетиков, один из которых работал сейчас, в последние пять лет, очень активно, а другой работал в 50-х годах, как, например, Юджин Гарфуд, он был генетиком по своему профилю изначально. Скорее всего, у этих людей, опять же, будут разные показатели цитируемости, потому что более молодой ученый, у него еще его работы не успели накопить столько цитирований, как у ученых, которые работали в 50-х, 60-х, 70-х годах прошлого века. Интересный вопрос самоцитирования. Уже сегодня поднимались темы неэтичной накрутки, показатели на уровне журнала, например, на уровне университета для поднятия своего места в рейтинге у индивидуальных ученых. На самом деле, показатель 20-30% не является чем-то криминальным, это вполне приемлемо. И само по себе самоцитирование, оно тоже без него зачастую и невозможно работать, особенно если вы занимаетесь разработкой каких-то научных идей, развитием их постоянно. Здесь невозможно не ссылаться на самого себя. Автоматически в Global Science этот показатель не рассчитывается, но, в общем, не нужно иметь, я думаю, диплом математики какого-нибудь продвинутого, чтобы посчитать, что вот если всего 2049 цитирований на публикации Киева-Могилянской академии, из них за вычетом самоцитирования 2003 остается, то самоцитирование крайне низкое. То есть ничего подозрительного в таком самоцитировании нет и быть не может. Так что здесь все замечательно. Следующий показатель, про который мы говорим в Global Science, это средняя цитируемость. То есть, как я говорил, мы берем суммарную цитируемость, делим мы просто на количество публикаций. Это показатель научной эффективности. То есть на сколько в среднем цитируется одно проведенное исследование. С этим можно спорить и говорить, что нет показателя научной эффективности вовсе не это. Например, сколько публикаций или цитирований дает нам один вложенный доллар. Это тоже, с точки зрения, имеет право на существование. Это, безусловно, не единственный показатель эффективности, есть другие. Но когда у нас есть только данные наукометрические, когда мы не залезаем в финансовые, например, данные, его будет вполне достаточно для того, чтобы, опять же, посмотреть, насколько эффективно работает конкретный ученый, конкретная организация и так далее. Проблема та же самая с этим показателем. В разных измеренных областях разные средние уровни цитирования. И, опять же, я уже несколько таких примеров приводил. И цитирование накапливается с годами. То есть даже если мы оцениваем с вами ученых, работавших в разные исторические промежутки времени, скорее всего, у более молодых у них будет этот показатель ниже. И это вовсе не будет говорить о том, что они менее эффективно работают. Индекс Хирша, последний показатель из тех, что мы видим в Web of Science. Можете поднять руки те, кто понимает, что он собой представляет, как он рассчитывается. Замечательно. Тем не менее, позволю себе все-таки рассказать, что это такое. Этот индекс показывает, сколько значимых работ было у автора или у организации, или, опять же, у страны в целом. Для того, чтобы проиллюстрировать его и методику его расчета, я взял вымышленного ученого, у которого было 10 публикаций. Я сразу же отсортировал его публикации по цитируемости. Причем цитируемость его степени двойки, просто для удобства расчета. Значит, Хорхе Хирш, собственно, показатель довольно новый. Он с 2003 года всего существует. Его, при этом, американец Хорхе Хирш так и написал на своей статье, в которой он предложил этот индикатор билет и говорит «Web of Science, сортируете публикации по цитируемости и идете по порядку». Как только порядковый номер публикации будет выше, чем цитируемость, вот тот номер, который над ним, он и будет являться индексом Хирша для данного массива. То есть, о чем он говорит, что этот автор у нас опубликовал 5 работ, которые были опубликованы 5, под которые были процитированы 5 или более раз. Как вы видите, шестая работа этого автора была процитирована 4 раза. Если она еще раз будет процитирована, и ее цитируемость станет равна 5, от этого у него индекс Хирша изменится? Нет, совершенно верно. Потому что у него по-прежнему будет 5 работ, которые процитированы 5 или более раз. Если же эта работа будет процитирована 2 раза, то тогда его индекс Хирша станет равным 6, ну и, соответственно, у нас будет ученый, у которого 6 работ процитированы 6 или более раз. Замечательный индикатор с той точки зрения, что если у нас есть какой-то ученый, который, допустим, совсем молодой ученый, который вошел в какую-то коллаборацию, вот типа те, про которые сегодня говорилось уже, которые измеряются не авторами, а килоавторами, в которых по 3 тысячи авторов, может быть. Если он, допустим, войдет в такую коллаборацию и опубликует в ней одну единственную публикацию, которая будет очень хорошо цитироваться, мы с вами имеем тогда ученого с зашкаливающим показателем цитируемости, с зашкаливающим показателем средней цитируемости, но взглянув на его индекс Хирша, мы увидим там единицу, потому что одна его работа была процитирована один или более раз. То есть в этом случае он очень сильно помогает, когда мы видим молодых ученых или каких-то ученых, которые по показателю суммарной публикационной активности, они как-то выбиваются из общей картины. Как и суммарная цитируемость, этот показатель является показателем авторитетности или влиятельности ученого, или опять же, смотря на кого мы оцениваем, может быть, организация, может быть, государство в целом. И он показывает, собственно говоря, сколько значимых исследований было проведено. И он подверждет влиянию абсолютно тех же самых неоднородностей, что у нас присутствует в науке. У историков, у математиков, у археологов он, скорее всего, будет гораздо ниже, чем у тех ученых, которые работают в высокоцитируемых предметных областях. Здесь мы как раз выбираемся, как вы видите, в некоторое ограничение применения классических библиометрических показателей. Допустим, вернемся к нашему отчету по цитируемости Киево-Могилянской академии. Вот в конце прошлого года была подписана национальная сделка. Киево-Могилянская академия стала очень активно использовать Web of Science. Мы, естественно, ожидаем, что публикационная активность по итогу 2016 года, скорее всего, должна будет вырасти. Если через пять лет мы вернемся к анализу ритроспективному, что же случилось, и попытаемся задаться вопросом, а повлияла ли национальная подписка каким-то образом на эффективность работы Киево-Могилянской академии, веб-of-science нам, к сожалению, не хватит для того, чтобы понять это. То есть мы посмотрим вот этот график, но, скорее всего, цитируемость тоже очень сильно вырастет. Скорее всего, вырастет очень сильно вот этот показатель среднего цитирования одной статьи. Но нам сложно будет понять, а как относительно среднего в мире эти показатели изменились, как Киево-Могилянская академия стала работать относительно своих же показателей лет пять назад. И вот для этого как раз нам и нужны чуть более продвинутые наукометрические показатели, про которые я вам сейчас более подробно расскажу. Это самый сложный слайд-презентации. Есть целых две формулы. В общем, смысл в чем? Для того, чтобы рассчитать нормализованную среднюю цитируемость публикации, мы, как я уже говорил, мы знаем, что цитируемость публикации зависит от предметной области, в которой она сделана. Она сильно зависит от года публикации. Помимо этого, она еще зависит от того, какого типа рассматриваемый нами документ. Как правило, обзорные статьи цитируются гораздо лучше, чем, например, оригинальные исследования. То есть что мы делаем, чтобы нормализовать цитируемость конкретной публикации? Мы берем, собственно говоря, сколько раз она была уже процитирована, допустим, 20 раз. Делим на среднюю цитируемость для всех публикаций, опубликованных в том же году, того же типа и в той же предметной области. То есть мы сравниваем в этом случае с неким средним показанием цитируемости этой публикации. Это не средняя температура по больнице, это вполне конкретная постановка цитируемости этой публикации в контекст. И что мы получаем в итоге? Мы получаем в итоге цифру, которая будет либо больше единицы, что будет говорить о том, что исследования цитируются лучше среднемирового уровня, ну, либо меньше. То есть чем замечательен этот показатель? Он не только позволяет сравнить физиков с лириками, то есть людей, работающих в разных предметных областях, научно-исследовательские организации, занимающиеся разными тематиками совершенно, но и количественно показать, насколько лучше или хуже, чем в среднем мире, цитируются работы этого автора или этой организации. То есть измерить эффективность уже относительно среднемирового уровня. Причем, напомним, этому показатель совершенно все равно, в какой предметной области было сделано исследование. Вот мы можем взять и сопоставить все университеты Украины, например, по нормализованному цитированию. Опять же, опытные наукометристы всегда будут договариваться, за какой временной промежуток был сделан анализ. В данном случае с 2005 по 2014 год мы взяли публикации украинских организаций в Web of Science, соответственно, в нашем наукометрическом инструменте Insights. И мы увидим, что у Национального университета Ужгорода, у него эта цитируемость оказалась самая высокая, она все равно чуть-чуть не дотягивает до Средней мировой, но здесь ничего такого катастрофического нет. Это для всего постсоветского пространства характерно. Нашим ученым очень сильно не докладывают цитирование. Опять же, с чем это связано? Мы верим, что, как правило, с выбором все-таки чуть более знакомых, родных журналов, но при этом все-таки чуть более низкоимпактовых, у которых меньше аудитории. И как раз за счет более активных публикаций, более высокоимпактовых журналов, просто сравните, так, на минуточку, у Nature аудитория, онлайн аудитории журналов, 3 миллиона уникальных пользователей ежемесячно. Они этот анализ сделали 3 года назад. У New England Journal of Medicine эта аудитория составляет 600 тысяч уникальных пользователей в неделю. Попробуйте сравнить это с таким показателем, как правило, наши журналы этого не афишируют, сколько у них онлайн аудитория, потому что там, особенно, если честно, при всем уже нечем похвастаться. Но все-таки, если попытаться сравнить хотя бы с печатными тиражами этих журналов, становится понятно, что чем выше импакт-фактора журнала, тем, скорее всего, больше людей просто ознакомятся с результатами работы и на нее сошлется. Не поймите меня неправильно, пожалуйста, я не говорю о том, что не нужно публиковаться в отечественных журналах. И в Украине есть замечательные журналы, которые, например, во второй квартал входят по импакт-фактору. И российские журналы очень неплохие, тут тоже довольно высокоимпактовые. Но все-таки важна не национальная принадлежность, не тот журнал, который ближе, в котором проще публиковаться или в котором взять работает, а действительно журнал, у которого как можно выше импакт-фактор именно в той предметной области, в которой вы работаете. Какое место он занимает среди других журналов по импакт-фактору в своей предметной области? Хорошая новость заключается в том, что средняя цитируемость, нормализованная Украина, она растет с годами. Это замечательно. Это, кстати, тоже для других стран постсоветского пространства характерно. Мы можем посмотреть, опять же, разбивку по предметным областям всей науки Украины. У нас есть два классификатора, как минимум. Один довольно широкий. Физика – это физика, например, химия – это химия. Там всего 22 предметных областей. Вот мы можем посмотреть, как за последние 10 лет публикуются там учёные из Украины. И то же самое по чуть более узкому классификатору Web of Science. Там 250 предметных областей. Там уже, например, материаловедение делится на междисциплинарное. Физика будет прикладная, физика частиц и так далее. Здесь мы тоже можем посмотреть, как публикуется Украина по этим предметным областям. А вот как потом в этих предметных областях эти публикации цитируются? В зависимости от предметной области, опять же, если мы берём этот нормализованный показатель. И вот здесь мы увидим, что максимальная цитируемость из самых популярных предметных областей, это 13 самых популярных для Украины предметных областей. Самая высокая цитируемость у нас оказывается в области астрономии и астрофизики, что очень интересно. Итак, нормализованная средняя цитируемость, она как и не нормализованная, она является замечательным показателем эффективности проводимых научных исследований. Она идеально подходит для сопоставления физиков с лириками, то есть учёных, работающих в разных предметных областях. Но очень аккуратно этот показатель необходимо использовать при анализе публикаций за последний год. Почему? Потому что, если мы вернемся на несколько слайдов назад, снова к этой гробе, если публикация была сделана, например, в 2016 году или в конце 2015, скорее всего, здесь будет довольно маленькое число. Знаменатель тоже будет число довольно маленькое. И числитель и знаменатель, скорее всего, будут довольно серьезно расти в ближайшее время. И мы не можем предсказать, что будет быстрее расти. И числитель, и знаменатель, с какой скоростью друг относительно друга они будут расти. Поэтому, скорее всего, если мы смотрим на недавнюю статью, у нее этот показатель будет подвержен большей волатильности в ближайшие пару лет. После чего статья, скорее всего, выйдет на пиксовое цитирование и более-менее стабилизируется у нее этот показатель. Можно будет уже очень прозрачно, так скажем, и его сравнивать с вполне хорошим контекстом. Следующий показатель, очень хороший, это количество и процент высокоцитируемых статей. Значит, высокоцитируемая статья – это публикация, сделанная за последние 10 лет, такая уже у нас методика, и попавшая в 1% самых цитируемых работ в своей предметной области, опять же, и в свой год публикации. В чем плюс этих публикаций? В том, что их конечное число. То есть, если мы всего возьмем весь объем публикации Украины, это десятки тысяч работ, если уже не сотни скоро будет, с ними довольно сложно работать, пастеризовывать конкретных авторов, строить рейтинг авторов и так далее. А высокоцитируемых работ Украины их что-то около двух сотен сейчас. Это вполне конечное число, с которым можно руками поработать, составить рейтинг, опять же, авторов, кто их публикует, в каких предметных областях, из каких организаций эти люди и так далее. Ну и давайте посмотрим, что можно здесь увидеть. Вот если мы на примере с украинским университетом посмотрим, какие университеты больше всего публикуют этих высокоцитируемых работ, ну окажется, что на первом месте университета Тараса Шевченко, собственно, Киево-Могилянская академия здесь будет на пятом месте с показателем в две работы. То есть важно знать и на уровне университета, кто, собственно говоря, у нас публикует эти работы, может быть, как-то дополнительно стимулирует именно этих авторов, потому что, возможно, это даже более важно, чем просто авторы, которые внезапно начали публиковаться в высокорейтинговых журналах. Почему еще, чем интереснее эти высокоцитируемые работы, на их подсчете основана методика предсказания нобелевских лауреатов. Каждый год, где-то в сентябре, в конце августа, как раз за некоторое время до вручения нобелевских премий, мы на основании подсчета количества высокоцитируемых работ разных авторов, мы предсказываем, кто должен будет получить нобелевскую премию. Очень часто угадываем. Естественно, это очень сложно сделать в тот же самый год, когда ученые его награждают нобелевской премией. Это спрогнозировать достаточно сложно. Но, по крайней мере, если мы говорим, что вот этот ученый, у него высокие шансы получить нобелевскую премию, скорее всего, в течение ближайших нескольких лет он ее получит. На этом же сайте, вот science.watch.com slash nobel, мы ведем прям список этих ученых, кого мы хоть раз пророчили, так скажем, в лауреату нобелевской премии, и мы отдельно отмечаем тех из них, кто ее уже получил. В общем, методика очень-очень неплохо работает. То есть, еще раз, высокоцитируемая работа – это замечательный показатель влиятельности научных исследований. И они используются в шанхайском рейтинге университетов как один из довольно значимых показателей. Показатель тоже может быть подвержен некоторым манипуляциям, за счет, например, самоцитирования. Но, как правило, это в довольно низкоцитируемых предметных областях. И, как правило, в течение года-двух после выхода статьи. То есть, невозможно в течение 10 лет за счет самоцитирования поддерживать свою статью в ранге высокоцитированной. Это практически невозможно сделать. Тем более, задумайтесь о том, какой это удар по своей академической репутации таким образом ученые наносят. Да, я видел в Москве в одном из университетов такое было сделано, как раз в области математики. Статья оказалась высокоцитируемой. Если посмотреть, откуда приходится цитировать цитируемость, выясняется, что это тот же самый ученый, с той же самой фамилией, вернее, и, скорее всего, его супруга цитировали эти дети работы. Поэтому опытный наукометрист, как правило, он это все очень легко замечает. И интересное наблюдение. В Украине 97% высокоцитируемых работ публикуются в международном соавторстве. О чем нам это говорит? Ну, во-первых, понятное дело, что нужно еще дальше продолжать интенсировать свои международные контакты, это международные коллаборации. С другой стороны, у России похожая картина. Это говорит о том, что Украина очень сильно зависит в плане успешности своей научной от каких-то иностранных идей, иностранного оборудования и так далее. Работ высокоцитируемых, которые украинскими учеными были опубликованы без соавторства международного. Их всего 8. В прошлом году мы в Москве, например, награждали наградами Томпсон-Ройтера, Сайдейшн-Оордс, тех ученых, которые как раз смогли опубликовать максимальное количество таких вот работ без иностранного какого-то влияния. Опять же, не отрицая ни в коем случае важность международного соавторства, мы хотели поддержать именно те научные идеи, которые совершенно точно зарождаются внутри России и этими же учеными развиваются. То же самое, как мы считаем, можно сделать и в Украине, по крайней мере, на уровне университета, на уровне исследовательских институтов. Если такие публикации есть, важно понимать, кто их сделал и относиться соответствующим образом к этим исследователям. Есть такие вещи еще как показатели сотрудничества, но, опять же, это показатели цитированности и публикационной активности просто в контексте совместной работы университета или страны в целом, или конкретного ученого. То есть, что они собой подразумевают? Поскольку Web of Science индексирует всех авторов и все аффилиации на публикациях, мы можем посмотреть, например, кто чаще всего работает, скажем, с Украиной. По количеству публикаций совместных мы можем определить ширину, так скажем, масштабы совместных исследовательских проектов с той или иной страной. То есть, у Украины максимальное количество коллабораций это коллаборации внутри страны, с Украиной же. Вот цифра в кружке — это количество совместных проектов, опять же, совместных статей, опубликованных с 2005 по 2014 год. И дальше мы идем по побыванию, по количеству совместных научных проектов. А мы можем посмотреть не только на масштабы, но и на эффективность тех или иных исследований в зависимости от страны. То же самое мы можем посмотреть на уровне ученого, на уровне конкретной организации. То есть, здесь видно, например, что самые высокоцитируемые работы, сами, вернее, эффективные исследования, как ни странно, Украина проводится с Китаем. Интересно посмотреть отдельно, потому что, как эта картинка выглядит, если исключить оттуда высокоцитируемые коллаборации статьи, которые делаются по итогам исследований на Большом Адронном коллайдере. Картинка будет немножко другая. Мы уже подходим к заключению практически и к обеду. Импакт-фактор. Что это такое? Это показатель авторитетности и влиятельности журнала. Он необходим. Изначально Юджином Гарфудом он задумывался, как помощь библиотекарям, чтобы они понимали, какие журналы вообще имеет смысл закупать в библиотеке. То есть, если журнал высокоимпактовый, стоит недорого, мы до сих пор на него не подписаны, почему бы на него не подписаться? И наоборот. В силу понятности и доступности показателя, там дробь еще проще, чем в нормализованном цитировании. Там буквально на уровне школьной программы по арифметике можно рассчитать этот самый импакт-фактор. Часто предпринимаются попытки использовать импакт-фактор как показатель для оценки результатов научной деятельности ученого или организации. Мы настоятельно не рекомендуем так делать. И вот почему. Вот распределение цитируемости статьи одного журнала с импакт-фактором около единицы. То есть, прокомментируя, что мы здесь видим, мы видим практически 100 работ. Это алгоритмическая шкала слева. Практически 100 работ, которые не были процитированы, неравны. Мы видим несколько работ, которые были процитированы 12, 15, 18 раз. То есть, если применять политику оценки по импакт-фактору, вне зависимости от того, была ли моя работа процитирована 0 раз или 18, я все равно получаю за счет единицу. То есть, значение импакт-фактора этого журнала. Что пытается делать импакт-фактор? В этом случае он усредняет качество самой работы. Но когда мы пытаемся оценивать все-таки не качество журнала, а качество научных исследований, проведенных конкретным сотрудникам, нам все-таки важен не импакт-фактор журнала, а то, сколько, собственно, цитировали и собрала его конкретная работа. И чем выше импакт-фактор журнала, чем больше статьи он публикует, тем больше статистическая вероятность того, что реальная цитируемость публикации будет отстоять дальше гораздо от самого значения импакт-фактора. Логика некоторая в использовании импакт-фактора для оценки результатов научной деятельности, она прослеживается. То есть, поскольку мне для оценки статьи мне нужно подождать хотя бы пару лет, когда она накопит цитирование, а взглянув на импакт-фактор журнала, я уже что-то могу сказать хотя бы примерно о качестве статьи уже сейчас, потому что, понятное дело, что высокоимпактовыми журналами от ними применяются более высокие критерии, так скажем, отбора публикаций. Определенная логика в этом, как казалось бы, есть. Но тем не менее, даже в журнале Nature 30% статей, как минимум, они все равно ни разу не цитируются. Таким образом, еще раз, здесь нужно смещать фокус с оценки журнала, когда мы пытаемся оценить результаты научной деятельности, на оценку самого научного контента. А это можно сделать только оценив индивидуально научные статьи. Мы практически заканчиваем уже. Какие еще бывают показатели? Бывают показатели цитируемости нормализованные по журналу. Он замечательно подходит, например, для того, чтобы понять, правильный выбор журналов делает научная организация в своей публикационной стратегии или нет. Очень часто бывает так, что цитируемость нормализованной по предметной области, это для украинских многих организаций тоже очень актуально, цитируемость нормализованной по предметной области, она довольно низкая. Ну, как мы только что видели на слайде. Цитируемость нормализованной по журналу, она наоборот высокая. Что говорит о том, что статьи-то публикуются замечательные, которые цитируются гораздо лучше, чем в среднем по тем журналам, где мы их публикуем. Но сами журналы, опять же, из-за ограниченности их аудитории, из-за того, что их мало кто читает, ссылаются на эти работы тоже довольно скромно. Поэтому если мы сравниваем цитируемость этих публикаций со средним по всему миру, то, конечно, тогда получается картина совсем другая. Интересный показатель соотношений процитированных и непроцитированных публикаций. То есть он показывает, какой процент работ организации или страны, или конкретно ученого, был процитирован хотя бы один раз. Это, опять же, важно с той точки зрения, что, опять же, на постсоветском пространстве довольно большое количество публикаций, которые вообще не были процитированы ни разу, оно как раз оказывает негативное влияние на суммарные показатели. Вот, вопрос, опять же, для грамотных управленцев о том, как этот показатель снизить, количество работ, которые вообще не были ни разу процитированы. Дальше идут два интересных показателя. Процент работ, попавших в один, процент наиболее цитируемых, или в десять процентов наиболее цитируемых. То есть, опять же, в зависимости от того, насколько мы хотим выдающиеся работы оценить по количеству. Среднее количество авторов на документы, среднее количество организаций на документы, это тоже такой своеобразный показатель вовлеченности в совместные исследовательские проекты. И есть интересный показатель, как fractional citations. Что это такое? Есть способ подсчета цитирований, особенно актуальный для таких вот мега-коллабораций, когда у нас есть тысячи ученых, допустим, статья была процитирована тысячу раз, вот в методике whole citations классической мы для каждого ученого тогда засчитаем эту тысячу цитирований. А вот при методике fractional citations мы тогда будем делить эту тысячу поровну между всеми авторами. Ну, нам сложно оценить, разумеется, как уже сегодня говорилось, кто чай подносил, а кто, собственно говоря, проводил научные исследования. Этот метод, он, собственно говоря, делит эти цитирования между всеми учеными поровну. У нас есть целое руководство по использованию этих многометрических показателей. Оно доступно вот для скачивания вот здесь. Я обязательно эту презентацию оставлю, и я надеюсь, будет возможность у организаторов ее распространить между участниками. Это вот как раз гиперссылка, по ней можно перейти как раз на текст этого руководства. Мы недавно его еще на русский язык перевели. Ну, в принципе, англоязычная версия, она просто чуть чаще обновляется у нас и дополняется всякими нововведениями в многометрии. В заключение, два показателя, которых будет достаточно для 95% упражнений по оценке результатов научной деятельности. Это показатель количества публикаций, то есть производительность, и это нормализованная цитируемость, то есть эффективность научных исследований, опять же, которые мы можем брать вне зависимости от того, в какой предметной области вообще исследование проведено. Для частных случаев, как вы видели, существуют десятки дополнительных индикаторов. Я не рассказал, наверное, еще о паре десятков тех показателей, которые тоже иногда используются, но просто не так активно, чтобы не тратить ваше время. И важно понимать, что и основатель Science-Edition Index, Юджин Гарфанд, и критики наукометрии, и мы, Томсон Ройтерс, как компания, мы все сходимся в одном. Нельзя использовать только голую наукометрию, одни только цифры. Всегда важно экспертное мнение, всегда важна грамотная интерпретация результатов, и всегда важен контекст, в котором мы, собственно говоря, эти результаты рассматриваем. В заключение совсем уж я веду небольшой блок по наукометрии, вот по этому адресу. В основном все-таки мы пытаемся какую-то российскую действительность наукометрическую анализировать, то есть что происходит с нашими университетами самыми, которые больше всех денег получают на развитие своих исследований, как у нас происходит достижение показателей 2,44%. Может быть, вы слышали, у нас президент 3 года назад распорядился, что российская наука должна относительное количество публикаций в обувь сайенсы выдать 2,44%. Ну и так далее. То есть здесь всякие такие вот интересные вещи я пишу, и в том числе, например, зачем нужен импакт-фактор, для чего его нужно, для чего не нужно использовать. Вот если лень регулярно заходить ко мне в блок, то у меня есть еще твиттер, в котором я все то же самое, в немножко более сокращенном виде выкладываю со ссылками. Адрес там такой же pk-sian, нижней подчеркивание.tr. Большое спасибо. Это заканчивает моя презентация. Возможно, у нас еще есть пара минут на вопросы.